Всем привет, с вами Клеопатра. Давненько мы не играли в Galaxy Control 3D. Это игра, которая очень похожа на Clash of Clans, но действие разворачивается в космосе на астероидах. Я некоторое время не заходила на свой 12-й командный центр и когда зашла, просто не поверила своим глазам. Посмотрите, сколько у меня сейчас гемов на аккаунте! Сто тысяч гемов! Я просто была в шоке. Я спросила у разработчиков, что это такое, откуда эти гемы, а они сказали, что это просто подарок для меня. Честно говоря, даже не знаю, что мне делать с таким количеством гемов, хотя, конечно, мне есть что прокачивать на аккаунте и по дефу, и по войскам, и поэтому я долго думала, что же мне делать, куда же мне девать столько гемов и решила, что давайте попробуем просто их отправить на прокачку и посмотрим, насколько нам хватит этих гемов, как много мы сможем прокачать на этом аккаунте, но прежде всего нам нужно закупиться сейчас ресурсами, чтобы было на что прокачивать. Поэтому прямо сейчас иду в магазин и закупаюсь ресурсами, просто под завязку, вот на 100% всеми ресами. Минералы, это аналог золота в Clash of Clans, мне нужен будет для прокачки дефа. А вот уран и руда, которые являются аналогами эликсира и темного эликсира в Clash мне понадобятся для прокачки войск и заклинаний, которые тут называются перки в лаборатории, но начнем мы с вами с депа, потому что его очень много на базе, вот все, что сейчас вы видите с зелеными стрелочками, которые смотрят вверх, это как раз то, что еще осталось прокачать. То есть внешне моя база смотрится уже такой достаточно хорошей, но когда смотришь на эти стрелочки, понимаешь, что у меня очень много непрокаченных, в том числе ловушек, поэтому начнем мы прокачку именно с них. Они маленькие, они качаются не очень долго, но тем не менее их много на базе и нужно уделять каждой ловушке время. И естественно, чтобы наш строитель моментально освобождался, я буду завершать улучшения за гема. Несмотря на то, что тут улучшения идут в среднем по 3-4 дня для фуловых ловушек, все равно ждать столько не очень хочется, тем более раз уж у нас есть 100 тысяч гемов, гулять так гулять. Параллельно с улучшением ловушек я еще зарабатываю себе опыт, который влияет на прокачку левла на аккаунте. С каждым новым уровнем мне выдают очки отдыха, которые потом можно использовать в бою. Это такие штуки, которые позволяют удваивать доступную добычу на базе. Ну, к примеру, находите вы расстановку на 500 тысяч эликсира, используете очки отдыха и ваша добыча удваивается, то есть значит вы забираете уже не 500 тысяч эликсира, а миллион эликсира просто потому, что у вас есть эти очки отдыха. Это очень полезная вещь, при хорошем фарме очень хорошо помогает и фарм становится в два раза лучше, что потом, естественно, положительно сказывается на прокачке аккаунта. За это время у меня уже дважды закончились ресурсы, поэтому нужно снова идти в магазин докупать и сейчас у нас порядка 80 тысяч гемов. Ну, в принципе, неплохо, потому что мы прокачали уже довольно много ловушек и сейчас я продолжаю их прокачивать. Они как раз расположены вокруг моей ратуши и будут немного лучше защищать подход с этой стороны. Ну, вообще, конечно, я не ожидала, что ресурсы будут настолько быстро заканчиваться, хотя мы сейчас даже не качаем деф. Мы качаем всего лишь ловушки, которые маленькие, и стоят они тоже недорого. Но смотрите, сколько раз я уже сходила в магазин, а ресы постоянно заканчиваются, а вот ловушки не заканчиваются. Практически все они еще не докачаны, потому что на этом аккаунте я больше занималась прокачкой именно дефа с забором, а ловушки оставляла на потом. Но вот, похоже, этот момент и настал. С правой стороны у меня есть еще возможность прокачать урановый реактор. Давайте тоже его апнем, потому что будем получать себе больше ресурсов и можно немного уже углубляться во внутрь базы, посмотреть, что там у нас есть недостающая по дефу. Еще, я думаю, нужно апнуть дисраптор. Это аналог чистильщиков Clash of Clans, потому что в Galaxy очень популярны такие юниты, как дуги. Это аналог электродракона, который бьет цепной молнией. И тем более у меня база очень плотная и мою расстановку часто как раз атакуют электриками. Так что теперь с ловым дисраптором, я надеюсь, дела пойдут немножко лучше в плане защиты. Урановый харвестер также обязательно прокачаем. Это штука, которая помогает доставлять дополнительный уран с отвоеванных мной астероидов. Естественно, чем больше вместимость уранового харвестера, тем больше урана я смогу получить с этих астероидов, тем больше мне его доставят. А теперь мы попали в небольшую ферму часовых пушек. Так в Galaxy Control называются аналоги Теслы из Clash of Clans. Они все расположены у меня за забором, и это сделано специально для того, чтобы соперник просто не ожидал их тут найти. Теперь часовые пушки уже будут прокачаны по фуллу, и я надеюсь, что это сделает мою базу еще менее предсказуемой, потому что, ну а правда, кто будет искать Теслы где-нибудь среди декораций, я думаю, что не все догадаются, что там можно что-то увидеть. А тут бац, и вылезает фуловая Тесла. По центру я тоже вижу еще не прокачанные минки. Давайте их апнем и посмотрим, что у нас осталось еще с правой стороны. Да, я вижу, тут еще есть недокачанные несколько Теселок, поэтому давайте все-таки их добьем уже полностью до фула, тем более, что по два левла на каждый это значительно. А между прочим, прошло всего 5 минут, а мы с вами уже потратили 50 тысяч гемов. Вот казалось бы, такая огромная сумма, которую можно тратить месяцами, но тем не менее, если вот так брать и просто гемать все, что видишь вокруг, то можно вообще за 5 минут потратить 50 тысяч. Наверное, за 10 минут можно потратить 100 тысяч такими же темпами, я думаю, что да. А тем временем ферма часовых пушек уже полностью прокачана, да, да, здесь уже все 10 уровня, и можно переходить в нижнюю сторону, потому что там мы еще ничего не апали, посмотрим, какие там строения еще есть, может быть, ловушки тоже какие-то найдутся. Да, строений тут довольно много, смотрите, много зеленых стрелочек, и давайте глянем, что у меня тут происходит за забором. Вот я вижу здесь непрокаченное одно строение, это артиллерия, аналог мортиры в Clash of Clans, и она тут вообще очень слабая, 6 уровня. Давайте это дело исправим. А вот она уже стоит гораздо дороже и качается гораздо дольше, поэтому, конечно, гемов на завершение требуется тоже больше. Но вообще, конечно, здорово смотреть, как на глазах постоянно меняется внешний вид строения в зависимости от уровня. Чем дальше я прокачиваю, тем больше есть изменения. Вот смотрите, теперь на 11 уровне у артиллерии появилась подставочка, а раньше ее не было. И максимальный уровень здесь 12 уже готов. На прокачку этой мортиры у нас с вами ушло 16 тысяч гемов для того, чтобы поднять ее с 6 до 12 уровня. Окей, с ловушками было как-то поэкономнее. Рядом я вижу недокачанную пушку, она 11 уровня, а максимальный 17, но что ж, давайте попробуем. Правда, мне кажется, что мы, как и в случае с мортирой, сейчас потратим очень много гемов, потому что, опять же, стоимость очень высокая, в отличие от ловушек. То есть, с ловушками можно было апнуть их много штучек и при этом потратить мало гемов. Здесь же все наоборот. Поднимаем буквально на один уровень, а требуется больше, чем 1000 гемов для завершения и плюс еще траты на покупку минералов. Поэтому гемы просто улетают. У нас уже осталось меньше 10 тысяч, а хотя вот совсем недавно я еще только говорила о том, что у нас 50 тысяч. Очень много гемов ушло сейчас на эту мортиру и на пушку. Но зато хотя бы теперь фуловые, все радостнее. Я думаю, что теперь уже нет смысла тратить остатки гемов на прокачку дефа, потому что мы с вами тратили еще другие ресурсы. Поэтому давайте заглянем в местную лабораторию и посмотрим, что мы можем улучшить. Итак, из армии довольно много всего еще не прокаченного, но я выбираю для прокачки ястреба. Это аналог лучницы в Clash of Clans. Пригодится. Сразу завершаю ее с помощью местных магических волшебных предметов. И у нас еще есть дополнительные ресурсы. Ну что ж, отправим Шторма на прокачку. Аналог гиганта. Он у меня вообще особо не прокаченный, поэтому хотя бы на один уровень будет неплохо. Теперь давайте заглянем в перки. Там у меня тоже еще не все прокачено. И начнем, наверное, с артиллерийского обстрела. Это что-то похожее на молнию в Clash of Clans, но не совсем такое. Использовать тут моментальное улучшение я не буду. Все-таки закончу за гемы, потому что улучшается не так долго. А вот для следующего улучшения уже буду использовать моментальное завершение. Почему? Потому что в принципе можно было бы оставить все так, как есть, но у меня еще есть непотраченный темный эликсир и его тоже нужно куда-то девать. Поэтому давайте мы поставим на прокачку грязную бомбу. Завершим ее сразу же за гемы, поскольку она тут совсем у меня не прокачена и на завершение стоит не очень дорого. Ну и на остатки посмотрим, что еще можно. Да, наверное, все равно будем ее качать. И, наверное, теперь, когда уже совсем мало ресурсов осталось, можно будет поставить еще и вот это заклинание. Я его не очень часто использую, но, возможно, будет повод для того, чтобы попробовать его. Завершать уже не буду, просто буду дожидаться, пока у меня все апнется само. Ну что ж, прошло меньше 10 минут, а мы с вами уже успели потратить 100 тысяч гемов за меньше, чем 10 минут. Вы представляете, насколько быстро можно тратить гемы, но как сложно их копить? Конечно, относительно прокачки изменения очень существенные и особенно они видны вот на этих двух строениях дефа. Но, опять же, повторюсь, ловушки тоже дело очень нужное и хорошее, тем более, что они у меня были слабенькие, теперь будут фуловые и я думаю, что это должно очень хорошо отразиться на обороне. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось, не забывайте подписываться на канал и прижимать колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я желаю вам удачи, побольше гемов и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok